не больше не меньше ну как нас учили это что нужно сделать нужно рисовать вот такой граф здесь разделяющая петля и сделать какой-то выбор кого-то отправить направо давайте посмотрим значит надо какие-то два вектора здесь выбрать которые повесить вот на эти две вершины а здесь у нас будут бегающие индексы у нас будет суммирование по и объединенной сжи равняется там сейчас напишем что после того как мы сделаем выбор каких-то вот двух векторов из вот этой штуки которым повесим сюда и сюда вот это такой тонкий момент в котором мы хорошо в самом начале решить какие туда удобно повесить вектора 2 единицы давайте поясним до 2 единицы потому что с единицы вообще мало что спаривается вот собственно говоря мы здесь выписали только потенциал и собственно мы можем теперь сделать все вычисления не считая нас прописали брала слова совсем то есть не высчитывая структуру константа но спаривания выщить все-таки придется вот и объединенные жить и равняется чему вот это было вот эти два отправили направо осталось 1 2 2 вот такое объединение причем мы что знаем мы знаем что вот это но сегодня не плохо идея не отправить да ну что делать дальше давайте рачутки сумму распишем потому что нам нужно развивать еще один психи класс вот и чтобы это сделать как раз придется рассчитать эту сумму эта сумма равняется ну тут по идее выборов кажется что достаточно много на самом деле нет я что хочу сказать я хочу сказать что в этой сумме мы еще можем считать что число элементов и не просто больше нуля а как минимум как минимум как минимум 2 верите нет а потому что смотри потому что мы высчитывали вот такую вещь мы высчитывали что омега 0 3 от пси в степени д1 е альфа а пси в степени д2 е бета и пси в степени д3 е гамма оно равняется нулю если сумма дэшек больше нуля логично мы то же самое делали для четырех точек и там было вот так вот в степени д1 е ну а альфа 1 а пси д4 е альфа 4 равняется нулю если сумма дэшек больше одного вот поэтому вот допустим у нас как называется в этой сумме сумма разбивается в 2 когда длина и равняется единице и плюс длина и строго больше единицы как выглядят все корреляторы из этой суммы как все члены из этой суммы они все имеют вот такой вот вид это пси е2 вот это разделяющая петля вот тут какая-то война которая нам не особенно важна и здесь еще и висит какой-то е альфа е альфа из вот отсюда да а все остальное здесь вот я про это и хочу сказать это всегда даст ноль потому что что вы считаете вот в этом числе вы считаете трехточечный передаток вот эта штука она разбивается вот так это пси е2 умножить е альфа ну альфа это либо один либо два да вот либо один либо этот вектор либо вон тот здесь какой-то е гамма умножить на гамма дельта вот я просто разобрал петлю е1 е1 и сюда е дезис ну а вот это теперь это трехточечный передаток в котором есть один х класс это же не агра равна 0 ну вот поэтому вот это сразу 0 и можем считать что мощность множества и уже больше единицы но если больше единицы то надо на самом деле смотреть не на и а на жи да то есть это вот такая вот история си е 2 разделяющая петля е 1 извините е 1 а сюда бросили е 2 здесь е 1 е 2 и плюс разделяющая петля си е 2 е 1 е 1 а сюда бросили е 1 значит сюда ушло е 2 е 2 так или почти на самом деле почти так потому что е 2 мы сделали выбор первого вектора второго и третьего шли направо поэтому этот коррелятор идет с слагаемая идет с ну все в общем с множителем 2 ну вот теперь надо разбирать еще один секунду вопрос ну как это делать ну а делать это на самом деле можно вот так вот давайте разберем вот этот теперь можно считать что вот здесь вот у вас на самом деле поставлен 4 точный коррелятор вот так вот здесь мы тоже потом повесим какой-то вектор а у нас здесь уже висит вектор единица да да извините нам было здесь поставить единица поэтому можно опять применить формулу для вычисления пси-класса вот я перепишу вот этот коррелятор это 2 все всекласс снимаем добавляем разделяющую петлю и теперь направо отправляем здесь мы направо отправили 1 и 1 а здесь мы направо отправили вот этот вектор и вот это единица и направо ушел вектор е1 ну слева должен достаться из-за вот этого вот это кто-то будет е2 е2 еще вопрос а и не может быть из 3 а и из 3 ну да и из 3 тоже не может быть ну да и больше нуля и ж больше нуля а не может быть не ж больше не в равно 0 все нормально тогда здесь трех точный крылья то все нормально нет в смысле не надо эту сумму написать где-то ммм чего в сумме где-то не надо написать про это ну мы же уже забрали сумму а слушай ты говоришь то мы член этим забыли да мы член этим забыли да спасибо мы забили члены сейчас да спасибо да да я сюда да действительно продолжили сумму да спасибо это е2 разделяющая петля с е1 здесь е1 е1 а и здесь кто там остался е1 е2 е2 да да вот так она е2 мы вешаем многое разделяющую петлю отправляем сюда е1 как она была вот вот и все что справа надо честно переписать то есть это будет е1 е1 е2 а сюда мы отправили опять е1 е2 это мы вот это вдруг расписали в первом расписан вот это плюс ну все то же самое е2 е1 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 и плюс вот этот товарищ е2 е1 е1 и плюс вот этот товарищ е1 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 здесь остается е1 е2 е2 он нам конечно сейчас побольше даст это е2 е2 е1 и плюс е2 е1 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 а сейчас мы направили е1 к нему можно еще привесить е2 ну вот это мы разобрали вот этот вот правило разобрали? Угу е1 это сколько вот этот колябна правая, ребят? 2 ну здесь смотри мы всегда используем такую штуку что один из векторов, который мы отправляем направо, это вот эта, разделяющая единица. Ну, собственно, мы не обязаны так делать, но это просто упрощает внешний вид и формулы. Вот. Ну что, вот это вот правильно? Мне кажется, там двоечек должно быть. В смысле, что мы е2 можем делать то е2 и то е2? Да. Поэтому двоечек. Сомнажите, пожалуйста, еще раз объяснить, что я нарисую на втором этапе графика. Ага, ну смотрите, сейчас, что надо сказать-то. Вот у нас есть вот такая картинка, да. Мы можем вспомнить, что на самом деле она означает. На самом деле, если мы разберем аксиомы по аксиому, там написано следующую вещь. Там написано вот что, е2, давайте я разделяющую петлю разберу. Ну, то есть я применю там какую-то аксиому, я не помню какую, е1, е1, е2, е2. А, спасибо. Е1, е2, е2. Теперь вот это вот, это просто коррелятор четырехточечной, это четырехточечная корреляционная функция с 1с классом. И выщипывая такую корреляционную функцию, теперь можно запутить, правда, все то, что справа, и работать только вот с этой картинкой. В ней теперь можно применить нашу формулу к логической рекурсии, выбирая два вектора. Один из них возьмем прям вот этот вот, а другой возьмем, ну, любой из этих трех. Я не помню, кого мы взяли. Е1. А, е1. Кажется, е1, да. Вот. И тогда эта штука равняется вот чему. Это равняется е2. Появилась разделяющая петля. Сюда ушло е альфа, е1. Ну и вот там остался выбор по е2, да? Но выбор по е2 остался маленький, вот такой вот. И здесь умножить на то, что было справа, все по-честному. Е1, е2. Правда, да? Это как раз мы применили нашу формулу для понижения психласса. Ну слева была пятиточечная функция, а она... А, да, все, все, правильно, 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 правильно. Вот так вот е2, да, и еще плюсом туда е2, да? Е2, 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 а, ага, е1, вот так. Теперь правда? Двое, ставьте. А где двое? Второе, на первое, на первое. Спасибо. Вот так вот, да? А ну потому что выбор вот этого е2, он может быть сделан вот так, а вот так. Ну вот, а теперь можно это все назад смотать. Теперь можно применить вот эту самую аксиому только в обратную сторону. За счет того, что е альфа здесь не бегает, вот этот тот индекс, и вот этот. Они бегающие, вот они здесь бегают. А вот эти два забитых гвоздями стоят на месте. За счет этого можно смотать их обратно, и вместо вот этого суммирования, вот этого суммирования опять написать разделяющую петлю. Вот так вот. Слушайте, мне, конечно, все понятно, что это все выглядит? Это магия. Почему магия? Ну не знаю, но мы считаем, на самом деле, что-то там в гомологиях. Можно сказать? Ну сейчас, ну сейчас. Сейчас крое штуковое мы считаем. Вот. А в гомологиях... Ну да. Ну... Ну да. Ну да. Ну как сказать. Ну сейчас скажем про это. Чтобы честно читать гомологиях, это надо с начала семестра начинать. Сейчас вы не знаете. Дальше, что эти картинки, они все вот про то, что вот мы шли от гомологиях, но вот придумали красивые картинки... Все эти картинки, они представляют определенные дивизоры в пространстве модулей крюров. Да, хорошо. Трудно, наверное, в этот случай. Потому что у этой штуки родной. Вот. Единственное, что мы в самом начале взяли самые классические картинки, к сожалению. Ну так вышло. Да. Ну что, давайте засчитаем, что это все-таки такое будет, да? Все. Теперь это все можно честно посчитать. Доведем до ответа? Угу. Ну вот. Ну честно пишем, короче, это 2. Так, что там? Е2, Е2. Что там дальше? Е1. Е1 остается висеть. Е гамма. Это гамма дельта. Е дельта. А здесь какая-нибудь четверная функция. Е1, Е1, Е2. Следующий. Е2, Е2. Е2. Е1, Е1. Е2. Е2, Е2. 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 3, которые были в самом начале, они и остались, никуда не делись. Так, Е2, 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 Е1, 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 Е1. Вот этот трес уже стирать. Да, кстати, правильная мысль. То есть число векторов можно все время проверять. То есть психлассы у нас могли падать, а вот как у нас были в самом начале, Е1, Е1, Е2, 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 Е2. Е1, Е2, Е1, 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 Е1. Ну вот, а теперь давайте все это дело упрощать. Исключительно, называя наша традиционная функция, мы можем все эти страшные суммирования достаточно быстро упростить. Это мы потенциалом будем пользоваться? Да, только потенциалом. Только потенциалом. Но я говорю честно, высчитывая структурные константы, это долго и нудно. Ну давайте так, вот здесь вот Е1, Е1. Да? То есть это о чем речь идет? Речь идет об обе гу 0,3. Причем какой? Е1, Е1, Е... Дельта. Дельта равняется чему? Двойке. Вот здесь вот. Вот это все заменяем. Дельта равняется двойке. Ну а дальше нам нужна метрика, да? Вот это это. Это здесь, собственно, смотрим только сюда, и сразу видно, что она вот такая. Правда ведь? Что это двойке там? Мне ничего не видно. Как? Чего? Ну нас учили. Нас учили, что это альфа и это по определению, это D3F по DT1. ДТ альф и ДТ бета. А, да, действительно. Ну мы такие, жизнь такая. Соответственно, это конечно нижние индексы, а это верхние. Но в общем не меняется ничего. Двойку. Да, двойку мы там поставили вместо Дельта, потому что все остальные ноль, да? Ага. Да, то есть мы сразу суммирование попрощаем. Значит, Дельта равняется двум, а Гамма значит сразу единица. 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 Ура! Единица. Идем дальше. Это пока оставим, да? То есть это все такие вот вещи, которые нужно посчитать. Е1, Е1. Дельта равняется двум. Если Дельта двум, то Гамма одному. Это стирает. А один один, сверху на бета равняется двум. Бета двум, значит альфа одному. Так, здесь, ну здесь муть какая-то пока-нибудь непонятна, да? Е2, Е2, альфа равняется двум. Если альфа двум, то бета одному. А один два, следовательно здесь тоже один. Если здесь один, то здесь два. Дальше, Е2, Е2, здесь два. Если здесь два, то здесь один. Один один, а здесь значит два. Если здесь два, то здесь один. То есть пока что мы быстренько узнали, что вся эта стыковина равняется вот этому. Можно в самом начале как-то училась Е1, Е1, а потом Е2? Где? Ну тут? Да, в самом начале. А смотри, здесь же висел какой-то индекс, да? Ну да. И то, что написано было здесь, пока здесь было, пускай будет все-таки здесь альфа, здесь бета и умножить на это бета альфа. Это понимается как? Как сумма по всем альфа и бета, да? Угу. Вот. А здесь написано что? Здесь написано три числа. Вот это вот еще одно. Где вот это вот число, это что? Это омега 0,3, Е1, 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 Альфа. А нас учили, что вот это омега 0,3, Е1, 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 Альфа, это по определению D3F по DT1, DT1, DT Альфа. И глядя просто на формулу DT, мы видим, что эта штука не 0, тогда это вот когда, когда альфа равняется 1, а аген это не, извините, ну. Ну вот. И остальные размышления абсолютно такие же, то есть ничего нового. Вот. Это есть, да? Ну вот, 1, 1, а здесь 2. 2, а здесь 1. Вот. А, теперь надо все дело собрать. Вот эта вот штука, это А. Да, здесь третья производная. Третья производная как раз вот в триалла бросует. Ну вот. Вот это 2 умножить на А. Умножить Е1, Е1, Е2, Е1. И умножить на вот эту четырехточечную штуку. Е1, Е1, Е2, Е2. Да? Это опять А. Там было три раза, не Е1, да? Е1. А, да, три раза. А надо, спасибо. Это А, это 1, это три раза Е1, Е2. Плюс А, 1, Е1, Е1, Е2. Это Е1, 3, Е2. Это кто? Это 1, это 1. Плюс Е2, Е2, Е1, Е1. А вот эта штука, вот эта А, нет, не пойми что, это четырехточечная функция. 2А умножить на Е1, 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 Е2. Е1, 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 Е2. Вот так вот, да? Ну давайте теперь этих друзей посчитаем, что ли. Ага. То есть это равняется 2А. Так, вот здесь у нас четырехточечные функции вот три раза одна и та же, да? Ну, три раза одна и та же идет с коэффициентом 5А. А чего одна и та же? Ну, потому что Е1, 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 Е2. Е1, 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 Е2. Е1, 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 Е2. С коэффициентом 5А. И вот эта другая. А, да. А от графа это не зависит, да? Не-не-не, это у нас доказалось, не девке полтора, а у нас это две. Да, наверное. Вот. Множить на... Давайте сразу берем Е1, 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 Е2. Это что такое? Это Е1, 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 ЕАФА. Вмножить. Альфа, бета, Ебета, Е2. А здесь Е1. Вот. И плюс этот круг. Плюс Е2, Е2, ЕАФА, альфа, бета, Ебета, Е2, Е2. Не, я один, где-то. Вот, точно. Спасибо. Тут я углядаю, что квадрат получается. Е1. Ну вот. Ну что? Вот это, альфа равняется двум, бета равняется единице. И это всё даёт просто единицу. А здесь Е2, Е2, альфа равняется двум, бета равняется единице. В общем, скучно, нудно, но считать можно. И что тут, что означает? Что оно означает? Ну вы спросите тоже. Ну я не знаю. Ну я не знаю. Ну не знаю. Ну то есть, чем лучше этот ответ, чем вот просто альфа 7. Ну то, что я тоже число посчитанное. Да, он что-то посчитает, в чём посчитается. Ну да, в чём смысл. А смысл в том, что мы теперь можем поставить альфа 7. Сейчас правильное место найдут и их рисовать. Вот это у нас была функция ГФА, которая была просто, как называется, производящим рядом трёх точечных функций. альфа 7. Теперь мы можем что-то сделать. Дано. А симметричная пробивница альфа. Ну пусть её размерность будет n. И на дном, наверное, c, хотя можно и на функции. Не так важно. Ну вот. Мы теперь можем споставить и такую функцию. Ой, теперь будет f красивая. f красивая, а ну вроде 0. Альфа, которая теперь будет формальным рядом. Вот переменных вот такого вида. Альфа запятая d. То есть теперь индексом. А. Я раньше писал снизу, да? Ну все, ладно, теперь индекс придётся писать сверху. То есть это формальный ряд, где альфа бегает от единицы до n, а d, ну, больше или равно 0. Ну хорошо, вот так вот. Причём следующими свойствами. Что f по определению будет сумма n больше или равно 3, сумма d1 плюс dn равняется n-3. А здесь мы пишем вот чего. Омега 0, n. Вот этой отвергой а. И здесь пишем cd1 в векторе eα1. Ну да, базис. И вот здесь мы по единице. Да? И дописываем до конца. Мы отстроим как-то модуль, что ли, эту алгебру? Что-что? Рассматриваем алгебру как модуль. Ну, вектор, я бы сказал, упорождённая такими векторами. То есть нам не интересно, что там есть, что это алгебра? Оно всё закапывается вот сюда. То, что она алгебра, скульптура, закапывается вот сюда. Да? А теперь мы умножаем на эти самые функции. Умножить на tα1d1. Ой, не функции, вернее, переменная. tαndn. Так, ну вы меня сейчас простите, что n по разочке попалось, да? Ну хорошо, давайте я ремонту. Ну и поделить на n по 3. m по 3. Ну, сумма по всем есть. Про α тоже, конечно. Мы сопоставили такую большую производящую функцию. Вот. Здесь вот сделаем некоторый выбор. Ну, я думаю, более-менее понятно, откуда он взялся. Если хотите, можно это доказать. То есть можно доказать следующее утверждение. Что омиды 0n. Вот. Просто продолжая то, что мы здесь начали писать. Вот. Пси d1 eα1. Пси dn eαn. Она равняется нулю. Если вы угадаете что? Если сумма доидов строго больше, чем n-3. Да. 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 Но вы хотите, это можно доказать. То есть это по индукции доказывать достаточно просто. Пси d1 eα1. А почему модуль это старший, в смысле, если... Ну, хорошо. Потому что, на самом деле, это правильный вопрос, конечно. Потому что n-3 это размерность пространства модулей кривых рода 0. n-0 это. И все, что мы так долго вам определяли, вот эти топологические теории, которые мы строили, они действительно топологические. То есть это гомологические теории поля в, как он называется, степени 0. То есть это гомологические теории поля на пространство модулей кривых. Которые представлены гомологическим классом в степени 0. Ну вот. Поэтому они так красиво и легко разбиваются. Гомологические теории поля вы умерно определили. А что значит термоматические? Ну, это такое немножко, как он называется, это не совсем физическое определение. Это скорее определение математическое. И оно родилось, наверное, там, за последние десятилетия примерно. До этого его называли как придется. Т.е. там термомат называл теориями Дерини-Мамфорами и как-то далее. Суть в том, что там вы строите набор отображений не в числах, как мы делали в такой ФТ, а в кольцо гомологии пространство модулей кривых. Вот поэтому гомологические. Ну вот. Ладно. Вот это надо доказать? Дону. А это более о чем нам дало? А? Что это производящая функция нам дало? Да. Что нам дала это производящая функция? Ну давайте теперь хотя бы действительно, давайте ее поисходим действительно, это производящая функция. Предложение. Предложение. Имеет место следующее равенство. Д3 Ф0 А по ДТ Ну и теперь, что называется, следите за руками. omega А1 Д1 D1 Д1 D1 D1 D2 D2 D3 D3 равняется А, не, не надо всё написать. Всё хорошо, да? Не, надо всё написать. Ну ладно, не жмутно, ладно, небольшой. Всё хорошо, давай. Равняется dF0A, dTα1, d1, dTα0, 0, умножить на dα0, β0, умножить в d3, dF0A, dTβ0, 0, dTα2, d2, dTα3, d3. С альфа, ну как пример, это psi-класс? Да. Ну, наверное, да. Сумма здесь, в чем хорошо? Сумма α0, β0 от единицы и до размерности альфа-класса. А чем эта формула лучше, чем формула понижения результата psi-класса? Ну, это в точности она. Это эквивалентная формула. Изначально. Например, за тем, что, помните, в формуле для понижения общей класса там было страшное ещё сформирование по E объединённой Sg. Здесь оно закупано автоматически. ... Хорошо, давайте докажем. Давайте докажем. Ну, что это такое? Это равенство, по-первых, кого? Это равенство формулирования до. Ну, соответственно, это равенство технологии. Поэтому мы знаем вот что. Фиксируем какой-то набор. α1, d1 и αN, ну опять это M. αM, dN. Значит, здесь есть правый, здесь поставлю один большой сразу. Вот, по-моему, я говорю, это вот так и делают. Это уравнение V2B? Нет, неправда. Совсем неправда. Там V2B, но у себя не включают никаких мусиклассов. А тогда через вот F1 можно как-то, ну, просто... Через вот эту формулу можно доказать V2B. А вот F1 они как-то задаются? Вот эти формальные фрагменты в одном разе. Да, сдают. Сдают. Единственная проблема в том, что... Давайте сейчас что-то докажем. Да. Мы, наверное, как-то к ним скоро придем. Там уже что-то... Ну, хватит уже балду гадать. Ну, давай пробуем, что-то скучно. Ну вот. Ну так что, вот зафиксируем эту штуку, да? Теперь... Узовем ее звездочкой. В звездочке... В звездочке... Рассмотрим... Ну, прикол. Д, альфа-2, альфа-3 у нас там уже... Тире-тире, альфа... Дм слева и справа. Вот. По построению... Ну, что получим? Получим... Получим... Получим следующее равенство. Друзья, мы в точности получаем вот такую штуку. Ну, как? Ну, да. Ну, я даже не знаю. Я просто сейчас патологию напишу. Е и один из. Е альфа-1. Е альфа-2. И в си. Дм. Е альфа-2. Ну, это ужасно. Я не понимаю, но... Почему? Где? Везде. Везде. М, а, а, аминут. Вы все правильно понимаете? Ну, если вы скажете... Аминут 0, n... Ладно, давайте везде будет n. Ну, а почему? Ну, не знаю. Давайте везде будет n. Это 4, это не n. Это что? Ну, то есть, какое главное свойство вот этого вот производящего... Функции n.a. Потому что она является производящим ряд вот этих вот чисел. Я уже не могу написать. Вон там написал вот. В смысле это там? Нет. Нет. Ну, потому что здесь суммирование по всем... По всем индексам. У меня же альфа-1, 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 они не упорядочены. Ага. Вот это... Вот это... Главное свойство вот этой вот функции такое. Вот такое. Главное свойство ее вот такое. Это сейчас моментально разрешают все вопросы. То есть вот это. Что она является производящим ряд. что производная порядка n. dt альфа-1, d1 и dt n, dn, то иначе все еще переменные положить в ноль. Итак. Эта в точность равняется n0,n, а того, что написано. Вот этой переменной в точности соответствует то, что сюда вы ставите вот такой набор. d1, альфа-1. И не больше. Пси в степени d1, e, альфа-1. Пси в степени dn, e, альфа-1. Вот прям один к нам. Да. Ну вот. Вот такую штуку мы получаем слева. То, что надо взять коэффициент при вот этой вот, при этом вот маноме в левой части. Ну и дальше еще взять производную. Вот. Да, давайте даже сильно вот прям так напишем. рассмотрим в, я не знаю, рассмотрим действительно производную в степени n-4 по вот такой штуке. Альфа-1. И положим, и положим, и положим, естественно, n-2. А, минус 3. А, минус 3. Минус 3, да? А, да, минус 3 точно. Спасибо. То есть слева мы получим в точности вот это, ну а что мы получим справа? справа. Справа мы получаем вот такую вещь. dn-3 по вот этой вот вещи. альфа-4, d4, dt, альфа-n, dn. Но вот все, что написано вот здесь вот. И потом положим, это равняется 0. по правилу. То есть это равняется, по правилу, что ли. Это равняется, получается такая большая сумма. И объединённость жрих. d, i, вот эти альфа-i, d, i, которые берутся из i, произведения этих друзей, они берутся из i, умножить на d2, f0, a, dt, f1, d1, dt, альфа-0, 0. Умножить на это альфа-0, бета-0. А здесь d, длины жи, произведения производных, которые берутся теперь. А здесь d3, f0, a, dt, где-то 0, 0, dt, альфа-2, d2, dt, альфа-3, d3. И i, объединённость g, это вот есть этот набор. Альфа-4, d4, до альфа-n, dn. Ну, правило, я не знаю. Принфицировали, и мы получили в точности формулу для х-класса. Больше расписывать не будем, да? Извините, а что нам за t, после того, как мы геннадочки рассмотрим? Тут самое начало. А, и положим все переменные t в ноль. А. Вот вы понимаете, там может быть хост, который выше идёт, да? И он, кстати, там будет. Угу. Вот это вот имеется в виду. А. Ну вот. Что? Что-то хорошо, чем-то лучше. А. Лучше. Чего? Давайте перейдём к конкретным примерам. А. Мы доказали, что имеет место вот это равенство. А, правильно, мы берём в правой части вот это. Это эквивалентно формула понижения психолога. Она же, логическое соотношение рекурсий уходим на. Возьмём самый простой, самый тривиальный случай. Возьмём А, в которой есть С, в которой как каунбера есть алгебра и копия особенностей типа ААПИ. Вот. Тогда на самом деле, то есть, ну, предложение, ну, не знаю даже, доказывать мы его не можем, что вот эта функция этих ноль, которую мы ввели от переменной С, она в точности равняется интегралу действительно много там си-классов по пространству модулей тривых. Ну, надо много всяких шумов там, да. Ну, да-да-да. Я здесь не пишу первый индекс, потому что она одномерная, поэтому там всё время индекс будет стоять. Ну, вот. То есть эти числа — это не совсем обжига. Вот. А вот что действительно можно доказать, и это G в листке, и это следующая форма, что для этой алгебры А для этой алгебры А верно следующее, что M на N я здесь напишу, я здесь напишу А1, чтобы было понятно, какая алгебра. вот Пси в степени D1, ну, единица, потому что там больше ничего и нету. Пси Dn единица. Это равняется Н-3 в факториал поделить на D1 в факториал, умноженное на Dn в факториал. А вот там, где f'0 написано, и интеграл, интеграл форма объема там какого-то? Ну, вот это... Нет, ну, тут где-нибудь так, сейчас, тут надо вот так сделать. Да, значит, будет неправильно. А как бы вы перешли от чисел к... Нет, сейчас... Вот это... Нет, форма объема никакого нет. То есть вы просто интегрируете классы к гемологии. Вот когда у вас классы к гемологии умножаются в форма объема, вы получаете индивидуальное число. Что такое Пси Dn? Ну, здесь уже, здесь уже вот эти вот Пси, это конкретные классы к гемологии в ходе недели. Да, даже вот так вот. Первый класс черный, как высадить. Что черта означает? Ой, не касательно. Первый класс черный, линейных условий. Разомыкание. Компортификации. Ну, вот. Значит, вы спрашивали про W, W, W и формальное фрагоническое многообразие. Да, они здесь есть. Но... Груз заключается в следующем. Заключается в том, что они здесь тревиальны. Вот это F0... Ну, я здесь не пишу на всякий случай, чтобы никто ничего не спутал. Оно имеет какой вид? Оно имеет вот такой вид. Это T0 в кубе на 6. Плюс О от чего? От T1, , и так далее. T1, Tk, большим равную единицу. Фрагментное многообразие здесь задается вот этим вот. И проверяется на задачах организовывать. Ну, вот. Ну, вот. Ну, заниматься, да, дальше будет. Т1, Т1, , а то, что у меня происходит. Ну, так далее. Т2, да, дальше будет. Т2, да. Т2, да. Т2, да. Т2, да. Т3, да. Т2, да. Т3, да. Т3, да. мы с вами сделали что мы с вами уже считали м 0 3 0 4 то есть мы знаем что она очень простой вот единственное не на любой ой извините демку на 4 мы тоже получалось а он тоже на 1 на смысле с птикласса 0 4 нас интересует только вот такая я думаю тоже единиц давайте проверим по этой формуле в числителе стоит 4 минус 3 факториал 1 делить на единиц в общем давайте кто-нибудь посчитает какой один из этих числителей для тренировки наоборот проверить эту формулу для тренировку коррелятора что там будет не тривиальное вот давайте посчитаем м 0 5 для c 1 c 1 1 1 а 1 1 1 вот так еще не пополам а на томить за разница а хорошо ну это теория жизни к일 Хоть на очередь выделите. Аня, не хочешь пусть это перевести? Коллекционную функцию дайте. Нет. А? Нет, не могу. Ну давай, потому что это самое. А у вас теста не будет? Кого? Теста не будет сегодня? Завтра. А, хорошо. Я не помню. Через градус? Ну, может через градус, да. Можем просто... Можем через производные. А? А? Далее, мы направо отправили вот этот квот. Других друзей? А дать давно без суммы, да? По их же... Ну, мы можем обоих туда отправить. Других друзей. Других друзей. Других друзей. Других друзей. Нет, сейчас. Это мы вот это все классы выбираем, да? Ну то есть вот это вот слева, да? Вот у нас омега 0,4 от вот этих. Омега 0,4, да? Вот эту единицу отправили налево, и к ней еще какой-то вектор. Не надо? Не надо? Сейчас тут 1,2 идет. Угу. 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 И все. И все. Да. А у них на самом деле можно не мучиться? Можем. Не мучиться. Ага. Так что 0? Да. Да. Омега 0,3. Садимся классом. Угу. Угу. Вот такой тут, да? Ну осталось его разобрать. Да. Угу. У нас 1. Да. А собственно размерность у нас 1 алгебра. Поэтому там просто... да. Ну и... Угу. 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 Вот эти... А давай пока на альфа-бетах распишем. Давай пока распишемся альфа-бет. Вот она вот туда шла. Вот это вот эта вершина. Да, 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 еще какой-то вектор. Это маркетинг просто заменили на альфа. Да, но только здесь лучше все-таки в рубленной единице все-таки вектор. Рубленная единица это вот это вот? Ну да, жирный это хорошо. Мы ее называли вектор. Так что это скорее всего. Это единица поля, да? Да, это кольцо. Я в пользу. Так, это взятие произвольное. Получится просто единица. Это вот это единица. Угу. Это вот это единица. Угу. 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 Можно 2 в 3 на... d1 равно тоже 2 Не вышло Нет, 1, 1, да Должно быть 2 Должно быть 2 Нет, d1 равняется 1 Да, должно быть 2 А, ну так вот здесь будет Вот здесь будет Вот здесь сам начал быть Потому что вот это вот выбор Я альфа-1, я альфа-2 То есть это то альфа-1, то альфа-2 Да, спасибо Ну вот, вот такая А дальше что? Дальше доказательство делается по индукции Вот, то есть это... Теперь надо доказать только одну вещь Надо теперь доказать, что вот эта вот формула для помиды 0 n Оно удовлетворяет нашей формулу для понижения 7 общеклассов Это некоторое комбинаторное равенство Ну, это конечно... Ну вот, смотрите Значит, мы вам здесь дали только формулу для общекласса вроде 0 На самом деле в общем не обязательно ограничиваться общеклассами вроде 0 И вот эта вот формула, она имеет место И... И... А, не знаю, что это я... Вот... Они там поднимаются А, вот... Сейчас, я не понимаю... Почему он спросил на букву Т? Что-что? Почему тут буква Т одна? Почему одна? Сейчас, чего... А что это Т? ФЖТ Ну, потому что есть бесконечное число этих букв в Т Ну, потому что есть бесконечное число этих букв в Т Да, 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 да Это более-менее определение степени Ну, вот... ПСИ1Д1 Это степени? Да, это степени Вот это степени А там нет... Ну, это степень Клодокласса подмология Ну вот... И... Что? Что про них можно сказать? То есть... Вот эти... Вот эти числа Вроде 0 Их более-менее Можно вот так посчитать руками Да? Ну, вот эту формулу для них выпустили Если вы хотите считать их в старших родах То есть, когда Ж не равняется 0 То это страшная вещь Вот... Но... Здесь можно более-менее считать их Можно определить вот такие дифференциальные операторы Д по ДТ 0 Плюс сумма Д Д плюс 1 Д по ДТВ Плюс... А-1 Д 0, чтобы как и пополам О тем не Mhm Все Один Голос Дмитрий Т давайте Rezo Тор's Что если вы теперь возьмёте вот такую функцию, то r-1z равняется 0, то r-1z равняется 0. Например, это во-первых, а во-вторых, если вы возьмёте U, опять та же самая сумма, что-то здесь надо было в экспоненте, внутри у нас экспоненты, fg, тогда имеется следующее равенство. Что, собственно говоря, известно, как право мнение fdf, который пишет. Сейчас U куда-то поставим, а туда, туда. Сейчас и чего, и, значит, произведущая функция fg, её как-то можно написать как какое-то хорошее решение вот такой вот реакции. Да, это решение. Ну, то есть, если вы возьмёте вторую производную, то это и есть решение. В смысле, она в том смысле единственное. Но оно единственное решение, удовлетворяющее условию, что f, ну, эх, какое, а, вот такое. Т0 плюс что-то что-то. А можно был вопрос? Да. А это решение как-то связанное с толкнутой или нет? А с толкнутой чего? А там тоже произведётся вторая производная, логарифма от ТАУ-функции. Ну так вот это и есть логарифм от ТАУ-функции. Вот это ТАУ-функция, а это логарифм от ТАУ-функции. А, то есть, может быть логарифм, кстати. Но это было бы непонятно. А, а, слушать, извините, что-то я 2-2g и 2g, или 2g-2. Слушайте, что-то я всё вставил. Ну вы на натереть своего в 패тику, как guar goodge. Дваж6-2 да вот так вот. Мы минус е. нет никак не связано с ними это как раз разные вещи но уравнение заключается в следующем почему я про это заговорил, что это так называемое уравнение струны, а это так называемое уравнение делатона почему я за них заговорил, а чем они мне нужны потому что вы знаете, что эта функция удовлетворяет такими-то уравнениями это позволяет посчитать все эти числа, так посчитать можно всех как мы их здесь считаем, как это помогает их считать ну мы сейчас должны уже уходить, я так понимаю, давайте попробуем что-то таким образом посчитать ну смысл в чем, например, вот здесь смотрите, вот есть производная по T1, L0 берем один раз при 0, применяем к этому Z у нас что получится? вот отсюда получится, что минус 3 вторых D все, мне надоело я ввожу определение M большое красивое, это логарифм Z все, я скрыгся все, я скрыгся что D F вот D T 1 плюс вот эта шняга 2 D плюс 1 пополам T D T D T F красивого вот D T D D плюс 1 шестнадцатая умножить на Z и 0 я просто применил этот оператор, да? то есть что там после суммы или 1 шестнадцатая то есть 1 шестнадцатая нет, до этого в самом начале после суммы ну вот эта сумма D больше либо равна нулю это вот этот же самый коэффициент а а шестнадцатый ага теперь берем следующий теперь берем и вот в этом равенстве кладем все Z все T равное нулю кладем здесь все T равное нулю что остается? остается вот чего? остается что минус 3 вторых D F по D T 1 при T равных нулю равняется минус 1 ну хорошо плюс плюс 1 шестнадцатая равняется нулю от экспонента выживает только единица здесь умирает все остается вот такое равенство но надо как-то его переписать по-человечески как его переписать по-человечески? а вот так вот что D F по D T 1 при T равном нулю равняется больше нужно 1 и 24 да? да 1 и 24 теперь смотрим сюда ну и дай ему туда смотрим сюда что это говорит? это говорит о том что интеграл O M G равняется 1 1 вот все класса 1 в первой степени равен 1 и 24 то есть здесь конечно я вот такую штуку сделал вот тут то есть здесь рот пополз весь, да? почему рот поставился 1 потому что здесь никакого H нету а никакого H нету когда? когда G равняется 1 то есть это коэффициент при H нулевой степени коэффициент при H нулевой степени соответствует роду 1 вот поскольку степень производной 1 значит мы всего же взяли коррелятор одноточечный и здесь стоит T 1 наш T 1 соответствует первой степени всекласса ну вот так ну что, завтра будем пробовать еще высчитывать какие-то числа таким образом? или не надо? ну я за я тоже Аня, ты против? немножко не понятно, зачем все это надо? да а если workshops ну не будет что тут вам использовать ну как, смотрите мы всего лишь взяли его что это называется? я имею в виду f маленькая С какой это? а а один а Like вот это вот? ну если возьмёте другой f маленькой у вас поползает все там тоже будут такие свойства на оператора или минус 1 или 0 будут другие а для а2 уже вот такой красивый раз не будет вот так называемые тривиальные логической алиполи все это самое тривиальное что бывает а там для а2 надо уже сложнее все если хорошо, то это одномерное, для а2 надо уже честно на прогрессное многообразие писать но я так чувствую, на следующей неделе все уже будет прогрессное многообразие причем скорее с точки зрения пространства гурвеца оттуда будем начинать ну вот ну как-то так а из А2 у меня как вы получаете? а а а а